То, что произошло с Ольгой Осьмак, пожалуй, снится в кошмарах каждой любящей маме. Два с половиной года назад, после очередного конфликта с мужем, она была вынуждена уехать из дома. Женщина думала, что это конец тому ужасу, в котором она жила 17 лет. Но оказалось, что все только начинается. Теперь своих дочек Ольга видит лишь на фотографиях. Бывший супруг препятствует общению мамы с детьми. В феврале женщина обратилась за помощью к депутату Государственной Думы Оксане Пушкиной. Тут нужно двумя путями идти. Первое. Сейчас остановимся с детьми. Надо заняться человеком. Он нарушил массу законов. Разных. И нужно его привлечь к ответственности. После личного приема у Оксаны Пушкиной к делу Ольги Осьмак подключились юристы из Московской коллегии адвокатов, карабанов и партнеры. Благодаря им женщина одержала первую победу в суде по определению времени общения с несовершеннолетней дочерью. После вынесения решения Одинцовского суда о порядке общения, Ольга получила временный порядок общения, который вступает в силу сразу же с момента вынесения. И в связи с этим у нее уже была одна встреча с ее младшей дочерью Ксенией. Первая встреча матери и дочери прошла более чем успешно. Правда, вторая так и не состоялась. Артем Осьмак вопреки решению суда не привез ребенка к Ольге. И это, похоже, его реакция на слушание гражданского дела по иску супруги. Истица просила о вселении в половину дома, собственницей которой она является. Право проживать, пользоваться, распоряжаться и владеть жилым помещением в размере одной-второй доли – это конституционное право Ольги Петровны. И все доводы стороны ответчика о том, какая она якобы плохая мама, причем голословные, не подтвержденные никакими надлежащими доказательствами. Доводы третьего лица в виде ее старшей дочери, достигшей 18 лет, но тем не менее, все еще находящейся под сильным давлением отца и финансовой, материальной зависимости от него. Вот буквально два часа мы просто слушали поток, просто скажем так, чего-то такого черного, да, в отношении вот этой хрупкой женщины, о том, как она кого-то била ногами и прочие вещи, которые просто вызывали смех. Особенно потому, что предмет спора у нас был совершенно иным. Предмет спора – просто не чинение препятствий ко вселению Ольги Петровны. К чему тут вообще разговор о том, какая она плохая или хорошая? В суд, касающийся имущества, явился и сам ответчик Артем Осьмак и третья сторона – совершеннолетняя дочь сторон. Попытки вывести истицу на эмоции у супруга и его представителя успехом не увенчались. Суд решил исковые требования Осьмак Ольги Петровны, Осьмак Артема Анатольевича о вселении в жилое помещение удовлетворить, удовлетворение заявления Осьмак Артема Анатольевича об отсрочке исполнения решения суда на 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, предоставление Осьмак Артему Анатольевичу в своих интересах и в интересах ребенка Осьмак Сини. Времени для поиска и нового жилого помещения для постоянного безопасного проживания отказать. Закон защищен и закон на стороне Ольги Петровны. И суд, несмотря на все тяжелейшие отношения и все то, что мы сейчас услышали в суде, вынес обоснованное решение и право ее было восстановлено. Думаю, что с той стороны будет подана апелляция и дальше будут привлечены служба судебных приставов. Решением суда я довольна. Судебное решение вступит в силу через месяц, при условии, что ответчик не будет его оспаривать. Правда, последнее маловероятно. Но Ольга Осьмак сдаваться не собирается и готова, несмотря ни на что, преодолеть все препятствия на пути к новой жизни. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.